Ну что, друзья, вчера, 14 июля 2024 года, принцесса Кейт Миддлтон со своей дочерью Шарлоттой посетила всё-таки Умбелдонский турнир. И, как говорят, её там приветствовали, стоя аплодисментами весь зал буквально больше пяти минут. Говорят, что даже королеву Елизавету II никогда так не приветствовали, как встретили Катерину восторженными возгласами, радостными аплодисментами. И говорят, что принцесса Шарлотта была просто в восторге, и она была так рада, что её маму, как сообщают в прессе, принцесса Кейт была слишком слаба, чтобы быстро встать на ноги. 15 июня день рождения короля Карла III по официальному календарю вымотала принцессу настолько, что она исчезла на месяц. И инсайдеры рассказывают, что из-за этого принц Уильям был категорически против, чтобы жена снова показалась на публике. Но ради мероприятия Умбилдона Кейт решила сделать исключение. В конце концов, все знают, что она большая поклонница тенниса. О том, что принцесса Кейт всё-таки посетит финал турнира, дворец распространил заявление ещё в субботу утром, поэтому Кейт все напряжённо ждали. Сразу были усилены меры безопасности. Разумеется, всем хотелось узнать, кто будет с ней в королевской ложе центрального корта. Ну и в назначенный час принцесса Уэльская появилась вместе со своей дочерью, принцессой Шарлоттой, и со своей сестрой Филиппой. Принцесса Шарлотта сидела рядом с мамой, а Филиппа, сестра принцессы Кейт, сидела позади неё. Как обычно, Кейт не разочаровала поклонников. Элегантный наряд фиолетового цвета был дополнен туфлями нюдового оттенка. При появлении Кейт зал буквально взорвался овациями. Так не приветствовали даже покойную королеву Елизавету II. Кейт пообщалась со спортсменами, а потом прошла в королевскую ложу. Помимо них, в ложе для почётных гостей также находились Том Круз и Бенедикт Кэмбербэтч. Поблизости занял место мэр Лондона и знаменитый Андре Агаси, чья теннисная ракетка уже завершена. Кстати, теннис традиционно королевский вид спорта. Ещё в 16 веке король Генрих VIII обожал эту игру. И он даже выстроил для своей любимой забавы прекрасно оборудованный временный корт. Огромное количество фотографий Кейт Миддлтон на турнире в Вимбелдоне. Мы можем увидеть в сетях, какая красавица наша знаменитая принцесса Кейт. И появление принцессы Кейт Миддлтон на турнире в последний день вызвало просто фурор. Супругу принца Уильяма встречали как героя, бурными овациями стоя. После долгих ожиданий, обещаний о том, что Кейт вот-вот появится на соревнованиях, её визит стал кульминацией всего у Эмбелдона. Принцессу сопровождала дочь. И говорят, что принцесса Шарлотта очень выросла и похорошела. Очень много фотографий появилось принцессы Кейт. И теперь мы можем увидеть, как выглядит принцесса. Похоже, что принцесса Кейт пошла на поправку. Но вот многие не верят до сих пор, что после химиотерапии у неё волосы прекрасные, густые, остались своими. Говорят опять же многие, что возможно это такой искусно сделанный парик. На мой взгляд, принцесса немного похудела, видно по рукам только лишь. А так вообще она осталась в своей прежней форме. Мне даже кажется, что она стала выглядеть намного лучше. То есть красавица Кейт Миддлтон, я думаю, уже будет возвращаться постепенно и заниматься своими королевскими обязанностями. А мы пожелаем принцессе Кейт выздоровления и очень рады, что она смогла преодолеть эту страшную болезнь. Вообще, эта болезнь, конечно, коварна тем, что она может неожиданно вернуться. Но это уже совсем другая история. Мы будем надеяться, что с принцессой Кейт будет всё хорошо. Ну и принцесса Шарлотта сегодня вызвала улыбки публики. Юная Шарлотта уже в третий раз за этот месяц выходит в свет. Посетив сначала с родителями парад Троппензекала, затем с Уильямом и Джорджем она отправилась на концерт Тейлор-Свифт, а сегодня с мамой и тётей принцесса появилась на финале турнира Большого шлема. И она порадовала публику. Посмотрите, какие рожицы она корчила. По-моему, она даже перещеголяла своего брата, принца Луи. Ну и хочется ещё сказать, что принц Уильям со своим сыном, принцем Джорджем, также посетили финал Евро-24. И, как пишет пресса, сегодня день настоящих королевских выступлений. Сначала Кейт со своей дочкой на Уимбилдонском турнире, а затем и принц Уильям с сыном. Конечно же, принц Джордж был очень рад посетить этот матч, где Англия играла с Испанией. На матче присутствовал сам король Испании Филипп со своей младшей дочерью. Пожелаем им мы, друзья, скорейшего выздоровления, полного выздоровления принцессе Кейт Миддлтон, красавице и умнице. Она это заслужила. Прекрасная мама, прекрасная жена и будущая королева Англии, в чём сейчас уже никто не сомневается. Кейт Миддлтон, красавице и умнице. Кейт Миддлтон, красавице и умнице. Субтитры создавал DimaTorzok